Глубокоуважаемый президент, глубокоуважаемые коллеги, мне предоставилась возможность прочитать доклад на тему рискодаптерной терапии злокачественных опухолей у детей. И прежде чем приступить к этой теме, мне бы хотелось остановиться на отличиях детских и взрослых опухолей. Мы знаем, что детская онкология – это достаточно молодая дисциплина, и выделение её в 60-е годы не случайно, так как многие детские опухоли крайне отличаются от взрослых опухолей и по коллеге, и по морфологии, и по ответу на лечение. В мире ежегодно регистрируется около 15 на 100 тысяч детского населения злокачественных опухолей. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 17 на 100 тысяч. И если сравнивать со взрослыми, то мы знаем, что при некоторых нозологиях у взрослых этот показатель даже приближается к тысяче, на 100 тысяч взрослого населения. 90% детских опухолей – это опухоли не эпителиальной природы, в основном это саркомы, которые обладают очень высокой чувствительностью к химиотерапии и лучевой терапии. В то время как 88% у взрослых – это раки, это опухоли эпителиальной природы, и основной опцией в данной ситуации всё-таки является оперативное лечение. В структуре заболеваемости на первом месте у детей – это, конечно же, лимфомы и лейкозы, которые представлены приблизительно в 44-49% случаев. На втором месте приблизительно пятую часть составляет злокачественные опухоли центральной нервной системы. И далее в порядке убывания – это злокачественные опухоли симпатической нервной системы, почек, мягких тканей, костей и так далее. На данном слайде представлена частота различных опухолей у детей разного возраста, и мы видим, что у новорожденных на первом месте – это, конечно же, нейробластомы, которые представлены практически в 54% случаев. У детей до года удильный вес нейробластом несколько снижается и повышается число лейкозов и опухоли центральной нервной системы и ретинобластом. У детей с года до 15 лет уже структура приобретает обычную форму, и на первом месте у нас гемобластозы, лейкозы и лимфомы, на втором месте опухоли центральной нервной системы и так далее. Кроме опухолей взрослого типа у детей встречаются и дизонтогенетические опухоли, опухоли, возникающие из комбиальных клеток. Дизонтогенетические опухоли – это опухоли, которые возникают из недифференцированных клеток в силу каких-либо причин, уклонившихся от пути миграции из желточного мешка при формировании урогенитального гребня. К ним можно отнести герминогены, опухоли, нейробластомы и так далее. Кроме того, это может быть неполное ощепление бластомер в ранее фитальный либо ранее эмбриональный период. Опухоли у детей могут возникать и из комбиальных клеток, которые персистируют при рождении подепендимой желудочка в центральной нервной системе, в симпатических ганглиях и в надпочечниках. Таким образом, коэсфекционно можно выделить эмбриональные опухоли, ювенильные и опухоли взрослого типа. Среди особенностей я уже выделила преобладание у детей опухоли мезинхимальной природы. Кроме того, у детей имеется своеобразное течение опухоли. Нередко это долгий экспансивный характер роста при гепато- и нефробластомах. Но это может быть и генерализованный характер с быстрым увлечением центральной нейросистемы костного мозга при нехожкинских лимфомах. И нередко основная масса детей с нехожкинскими лимфомами поступает порядка 80% уже в третьей и четвёртой стадии. Уникальной особенностью опухоли нейробластомы у детей является её реверсия. Об этом я остановлюсь несколько позже. У детей, в отличие от взрослых, отсутствуют предопухолевые заболевания. И на сегодняшний день мы уже знаем, что многие злокачественные новообразования, они являются наследственным обусловленным, герминальные мутации передаются половым путём и часто сочетаются с пороками развития. На заре развития онкологии, детской онкологии в целом, в 40-х годах, когда основным методом была хирургия, мы видим достаточно низкие показатели выживаемости. Но с включением в противоопухолевое лечение дополнительных опций, таких как лучевая терапия и химиотерапия, показатели выживаемости значительно увеличились. И мы видим, что показатели выживаемости при остром лимфобластном ликозе увеличились с 10 до 80%. Появились пациенты, выжившие от мелобластного ликоза, и такой показатель составляет уже 40%. Особый скачок выявлен при нехочкинских лимфомах, лимфомах Ходжкина. Мы видим показатели выживаемости порядка 80-90%. Остогены, саркомы, опухоли ВИМСа, саркомы Юинга и нейробластомы 1-3 стадии. На сегодняшний день появилась достаточно большая когорта излеченных пациентов. И в чём же уникальность этой излеченной когорты? На этой когорте взрослых, которые в детстве перенесли злокачественные опухоли, мы можем изучать механизмы и причины заболевания, так как мы понимаем, что маленький возраст ребёнка. В основном, конечно, причина в данной ситуации – это генетические нарушения, и не рассматриваются в данной ситуации какие-то модификаторы или факторы окружающей среды. Кроме того, эта когорта позволяет нам изучать отдалённые последствия противоопухолевого лечения. На сегодняшний день среди 29-летних взрослых 1 на 640 человек – это человек, который излечен в детском возрасте от ракового заболевания. И в США в начале 21 века эта когорта уже составила более 270 тысяч пациентов. Причём 5 лет и более прожили приблизительно 25% излеченных от острого лимфобластного лейкоза, 18,5% – это люди, которые излечились в детстве от опухоли центральной нервной системы, и по 15% – это мягкие ткани опухоли костей, почек, симпатической нервной системы и так далее. С увеличением вот этой когорты мы понимаем, что для этих пациентов основной роль играют именно не отсроченные осложнения, не острые осложнения, а именно отсроченные осложнения. И как же изучаются на сегодняшний день очень высокие отдалённые результаты лечения? Как я уже сказала, приблизительно 70-80% от детских опухолей излечиваются. На сегодняшний день идёт именно оценка рисков, оценка прогностических, предиктивных факторов. И методами контроля рисков являются методы снижения частоты наступления неблагоприятных событий, методы снижения частоты последствий наступления неблагоприятных событий. Проводится анализ риска, идентификация, и из методов анализа используются различные методы. Но мы знаем, что в медицине основным методом это является статистический анализ, а именно однофакторный и многофакторный анализ, результирующим признаком которого являются показатели выживаемости. Это общая выживаемость, безрецидивная, бессобытийная выживаемость, без прогрессирования и так далее. Что же такое рискодаптированная терапия? Мне бы хотелось рассказать о рискодаптированной терапии на примере нейробластомы. Нейробластома – это эмбриональная опухоль, которая представлена приблизительно в 15% случаев всех детских опухолей, и она является всё-таки уникальной, частота её встречаемости – это 1 на 100 тысяч детей. И уникальна она в том, что возможно развитие нескольких клинических событий, она обладает клинической гетерогенностью, нейробластома способна спонтанной регрессии. На сегодняшний день известно, что один новорожденный из 250 уже имеет нейробластому, но к году эта опухоль регрессирует. Вторая особенность – это способность к дифференцировке или созреванию, то есть превращение её из локачечной формы в доброкачественную. Наиболее пессимистичный вариант – это способность к стремительному, агрессивному развитию и бурному метастазированию. Нейробластома встречается практически в любом отделе, где есть незрелая симпатическая ткань, в 40% – это надпочечник, в 30% – это симпатические ганглии забрюшинного пространства, в 15% – это заднее средостение и несколько процентов – это малый таз и область шеи. Для стратификации пациентов на группы риска обязательно оценивается степень распространённости процесса. В этой ситуации используется международная система оценки стадии нейробластомы и в этой системе оценки хочется выделить стадию 4С, которая встречается только при нейробластоме, которая встречается только у детей до года и которая представлена локализованной первичной опухолью 1, 2 А или 2 Б стадии с диссеминацией только в печень, кожу или костный мозг. И хочется отметить, что общая выживаемость данной группы пациентов в 4 стадии составляет более 96%. Мы знаем, что при стратификации пациентов на группы риска обязательно используется классификация нейробластом по ШИМАДА. Здесь оценивается возраст, МКИ-индекс и гистологический вариант. И на сегодняшний день выделяют несколько прогностических неблагоприятных факторов. Это возраст, ну, в ранних протоколах это было 12 месяцев, на сегодняшний день это всё-таки 18 месяцев. Это третья-четвёртая стадия заболевания. Это бедная швановская строма опухоли и наличие таких хромосомных аберраций, как амплификация гена NMIG, делекция 1П и другие хромосомные аберрации. Таким образом, на сегодняшний день выделяют три стратификационных группы, на основании которых строится именно терапевтический план. В настоящее время больные 4-й S стадии, больные 1-й и 2-й стадии и без амплификации NMIG-онкогена стратифицируются в группу наблюдения или в группу низкого риска. В нашем центре наблюдалась девочка, которая была переведена из Алмазовского центра. Клинически по данным инструментального обследования была выявлена нейробластома надпочечника с тотальным метастатическим поражением печени. И четвёртая стадия позволяла нам стратифицировать эту девочку в группу наблюдения. Однако у девочки возникли жизненно угрожающие состояния, такие как компартмент синдром, и мы видим, что в данном терапевтическом плане именно для этой группы риска есть ветка, где при появлении угрожающих симптомов мы начинаем системную химиотерапию препаратами Винкристин, Доксорубицин, Циклофосфамид. Что мы и сделали, мы провели ей 4 цикла согласно этой программе. Девочка жива, без признаков заболевания уже в течение 3-х лет. Терапевтический план больных для среднего и высокого риска достаточно сложен. Также основывается на вышеперечисленных факторах риска. В индукционную химиотерапию включены альтернирующие режимы схем химиотерапии N5 и N6. Сюда же включено отсроченное хирургическое вмешательство и консолидация монорежима циклофосфамидом. Поддерживающая терапия представляет из себя дифференцирующую терапию 13С с ретиноевой кислотой. В группу высокого риска уже в опции включены высокодозная химиотерапия с аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток и также дифференцирующая терапия. И нередко сюда же включается на остаточную метаболическую опухоль использование МАБЖ терапии. На сегодняшний день данная стратификация пациентов на группу риска позволила повысить показатели выживаемости, причем в группах среднего и низкого риска общая выживаемость приближается уже к 100%. В группе высокого риска эти показатели не превышают 47%. Бессобытийная выживаемость в группе низкого, среднего и высокого риска представлена в виде цифр 86, 58 и 37%. Мы видим, что все-таки эти цифры разнятся, особенно это группы высокого и среднего риска. И на сегодняшний день проводится поиск каких-либо дополнительных мишеней, которые бы представляли из себя какие-то стратификационные дефиниции, которые можно было бы включить именно для стратификации пациентов в эту стратификационную систему. Но на сегодняшний день в обязательном порядке в группе высокого риска для метаболически активной опухоли используется лучевая терапия, МАБЖ терапия. В нашем центре используется в качестве опции консолидации высокодозная химиотерапия с аутологичной трансплантацией либо гаплоидентичной трансплантацией в тандемном режиме. И наша клиника, наш центр обладает уникальным опытом использования в поддерживающей лечении, помимо дифференцирующей терапии 13-си с ретиноевой кислотой, ещё и моноклональные антитела, где сяло ганглиозиду, анти-GD2, моноклональные антитела. На сегодняшний день все дети в период от 4 до 14 месяцев живы без признаков рецидива и прогрессирования заболевания. Закончить доклад мне бы хотелось словами Агюста Конта, который писал «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы избежать». На сегодняшний день практически при всех нозологиях, а в детской онкологии это более 20 нозологий, используется риск адаптированное лечение, когда определяется именно объём лечения, и это является перспективным направлением в детской онкологии. Благодарю за внимание. Продолжение следует...